Друзья, всем привет! По вашей просьбе мы подготовили для вас обзор по сравнению всех всех трех видов речного дна, которые есть в Икее. Сейчас подробно детально все расскажем, объясним, почему именно такое, почему к такому-то матрасу рекомендуется такое речное дно и вообще разберем, есть ли смысл переплачивать, если можно, например, обойтись более бюджетным речным дном. Пойдем сначала покажем мат часть. Вот эту табличку можете себе заскринить, когда будете смотреть обзор. Здесь, в принципе, максимально комфортное подобранное сочетание. Локсиборг с регулировкой его пока нет. Смотрим вот так. Лурой, лансет, лейрсун. Самый оптимальный это лансет. Единственное, что только самый тонкий матрас емный, самый дешевый, неудобно будет. То есть будете чувствовать, когда переворачиваться будете, все внутренности речного дна. То есть вот это себе сможете заскринить, либо остановить, записать. Пойдемте разбираться. Лурой. Что он из себя представляет? Дима, иди сюда. Склеены гнуты, склеены определенным образом березовые ламели. Ламели здесь 17 штук. То есть, в принципе, по количеству это нормально. От 13 штук уже считается ортопедическим дном, как заявляет Оскона. Здесь 17. Из минусов. Он не скреплен, то есть нет вот этого ребра жесткости, как, например, у лансета, либо лейрсунда. Соответственно, есть риск вываливания речного дна, когда активный сон, либо это дети. То есть вот эта последняя дощечка бывает, что съезжает, и у вас угол матраса уходит в пустоту. Этот момент учитывайте. Скрип, соприкосновение деревяшки с деревяшкой, либо с железкой. Вот, Дима, подойди. Или я звук передам с вами. То есть вот об стену я тру. То есть вот точно так же трется, да. Это учитывайте. Но это бюджет. Можно спокойно купить одну ламельку в библиотечке запасных частей, и на клей, либо стейплер мебельный опять ее пришпандорить. Опять же, тот же известный производитель товаров для сна заявляет, что ламельки выдерживать должны до 150 килограмм. Ребят, ни одна ламель такой вес не выдержит. Если поставить на нее мешок с цементом, она просто треснет пополам. Ну, не рассчитана на это. Плюс, почему, например, Икея не рекомендует под толстые матрасы вот это речное дно? Не по причине какой-то экономии, а по причине того, что не выдержит. То есть нагрузка матрас, вы, и получается, что постоянная нагрузка по весу, и вот отсюда рождается этот скрипт. То есть все время механическое воздействие. Этот момент учитывайте тоже. Речное дно самого большого размера 90 на 2. Для тех, кто не знает, самое маленькое 70 на 2. То есть 70, 80, 90. Соответственно, стыкуется 2 через центральную перекладину. Следующее речное дно – ланцет. Начнем сразу с его плюсов. Во-первых, он на каркасе. Он уже у вас никуда не денется, никуда не вывалится, не будет скрипеть, звенеть и бегать. Собирать, конечно, его помуторнее. Это просто разрезать упаковку и расстелить. Здесь нужно будет собирать отдельно каркасик. Отдельно вставляется каждая речка. Вот эти резиночки – это антискрип. То есть что бы вы ни делали, скрип не будет. Единственный матрас, повторюсь, который не подходит для речного дна этого – это матрас-съемный. Здесь 28 реек из гнута клееного березового шпона. Каркас фиксирует рейке, не дает появляться скрипу и обеспечивает опору для разных частей тела. Что это такое? Матрасы все-таки покупаем разные. Кто-то купит, например, не знаю, тот же Хакасен толстый матрас. В принципе, вообще пофигу, что там внутри, потому что не будете под матрасом чувствовать. То есть кто-то купит, допустим, тонкий пенополиуретайновый матрас в причине того, что нравится просто такой матрас, ему на нем комфортно. То есть распределение нагрузки здесь идет равномерно. Они не зря разного цвета. То есть в зависимости от того, где более максимальная нагрузка, меняется цвет. Ну, заморачивать вас не буду, смысл в том, что плотность, да, их даже можно увидеть, что какие-то чуть потолще, другие чуть потоньше. Потому что это вот как раз меняет, ну, как бы разная нагрузка. Вот эти вот потоньше речки. А вот темно-серенькие пошире. И даже видно сомнение. Еще такой момент хочу отметить. Очень часто клиенты приходят и говорят, а мне не нужно речное дно, я хочу каркас кровати, речное дно сделаю сам. Спрашиваешь, из чего хотите делать? Фанеру либо ДСП? Ребят, вообще не вопрос. Можно сделать, пожалуйста, делайте. Но матрас должен дышать, если вы не хотите, чтобы у вас там образовывалось всевозможное, да, как и бяка, живность и так далее. То есть матрас должен дышать. Речное дно для этого и придумано было доступ воздуха, доступ к уборке, а не вот глухой, да, кусок, который потеет, преет, особенно если это ДСП. Поэтому нет смысла экономить, не та вещь, на которой лучше купить подешевле каркас кровати, чем экономить на матрасе и на речном дне. Здесь размеры тоже самые 90, 70 и 80, все на 2 метра. То есть для односпалки нужно 90, для остальных нужно 2 речных дна. И самое, пожалуй, наверное, классное речное дно, Леер Сунт. Я надеюсь, что мы когда-нибудь до него дойдем. Здесь уже 42 березовых рейки. Они приспосабливаются к весу и амортизирующий, то есть усиливают амортизирующий эффект матраса. И какая фишка вообще? Вот смотрите, кто-то любит спать пожестче, кто-то любит спать помягче. За счет вот этой регулировки, мягче, жестче, пострелки, мягче, жестче. Можно отрегулировать и сделать так, чтобы семье, которая спит, например, вдвоем на одном матрасе, было комфортно. Ценник начинается от 4 500. В двух размерах представлен 80 и 90. То есть на кровать 1,40, увы, не получится. То есть это либо 90, либо кровать 1,60, либо кровать 1,80. Регулировка жесткости я вам сказала. Наличие каркаса, соответственно, это жесткая сфиксация, никуда ничего не бегает. Здесь тоже самое, речки разные по толщине. И все в кармашках спрятано. То есть скрипеть, звенеть тоже ничего не будет. Друзья мои, давайте пообсуждаем, у кого какое речное дно, нравится, не нравится, какие нюансы эксплуатации. У нас, например, вот это. Несколько раз уже они ломались. У детской кровати вообще это постоянно у Алены выпадает. Дима там что-то фиксировал. Но я понимаю, что пока мы кровать не меняем, остается как есть. Друзья мои, хочу еще по поводу функционала поговорить. Немножко удручает, что Икеа выводит из ассортимента товары, которые, на самом деле, пользуются спросом. Часто обращаются клиенты, которые уже давно с нами сотрудничают, особенно это возрастные люди, что нет сейчас продажи речного дна с электрорегулировкой. Его обещали вроде бы вернуть, что его не совсем выводят. Все-таки жизненные ситуации бывают разные. И там после операции, и совсем пожилой возраст. В этом есть необходимость. Да, оно не дешевое, но иногда такие вещи облегчают людям жизнь. А еще, например, лично мне не хватает старого речного дна Султан, которое было, может быть, кто любитель Икеи уже давние-давние, которое само по себе являлось основанием кровати, то есть такое речное дно с ножками. Кстати, у магазина Хофф сейчас есть подобное, то есть усиленное металлическое дно, на которое просто кладете матрас. Все, это тогда, когда вы не хотите какую-то глобальную кровать, глобальное изголовье. Ну, не надо вам это, вам нужен хороший матрас и хорошее речное основание. Ну, увы, вот этого тоже нет. И, кстати, очень мне интересно, у кого осталось в обиходе обычное дно Султан из брусочков. Вот сейчас они гнутые, плененые, раньше были прям такие плотненькие. Сейчас они остались еще в Хемнессе, в кушетке Бримнас. Кстати, в Хемнессе много их переломали, где только сучок, хоп, оно пополам ломается. И трудно библиотечки запасных частей поймать в Нижнем Новгороде. В общем, друзья мои, жду от вас обратной связи, кому какое дно больше нравится в эксплуатации, с чем сталкивались, с плюсом и минусом. Может быть, у вас какие-то проблемы с Лансетом, либо с Лейерсундом возникли. Потому что у нас нет опыта по браку, по ним, по причине того, что их заказывают, но брак ни у кого не возникал за все время. Поэтому какие могут быть нюансы, минусы, вот именно в процессе эксплуатации сказать, не могу. Единственное, да, плюс громадный, что оно никуда не гуляет и не скрипит. Рада всех видеть. Спасибо за то, что смотрите нас. Не забывайте нажимать колокольчик. Очень приятно, что вы пишете, задаете вопросы. Всегда есть у нас с вами обратная связь. Всех люблю. Кстати, спасибо за рекомендации магазина IKEA в Москве. Мы уже практически выбрали, куда мы поедем после того, как у нас пройдет обучение. Так что будут у нас еще и после Нового года обзоры из Москвы. Все, всех люблю и пока!